Фото-выставку «Севастополь. Счастливые дни» второй год организуют авторы проекта «Война и мир». В небольшом зале 20 работ финалистов, 20 счастливых мгновений, а всего на конкурс поступили 400 работ. Авторы фотографий – люди самые счастливые и позитивные, иначе они бы не вышли в финал. Самое счастье для творца, когда он что-то творит, правильно? Для меня, когда беру в руки фотоаппарат, что-то снимаю. Я даже не беру, когда видишь кадр, просто идешь без фотоаппарата. Ну, уже глазами фотографируешь, уже радуешься. То есть, радуешься окружающему миру по-сидящему. Для меня счастье жить уже – счастье. Ну, наверное, счастье ассоциируется с морем, с солнцем, с какими-то вот морскими брызгами, ветром. Это трудно объяснить, это скорее состояние. Посетители выставки замечают, что маленький зал буквально заряжен положительными эмоциями. Фотографии разные – цветные и черно-белые, а энергетика одна – позитивная. Энергетика, конечно, есть, не стареют душой ветераны. Энергетика идет от них большая, и не только от того, что они шепчутся друг другу на ухо, но и от того, с какой гордостью и одновременно легкостью они носят правительственные награды, которые они честно заслужили. Пожалуй, все фотографии заляжены очень положительной энергетикой, радостью и жаждой жизни, что отражает суть нашего города и севастопольца. Здесь везде положительные эмоции, здесь везде радость, здесь везде подъем, здесь Севастополь. Очень приятно все. Детство, детей очень много. Детская эмоция, рождение, юность, молодость. А председатель городской администрации выбрал фото девочки с черешней. Владимира Яцубу даже заинтересовало, о чем думает маленькая девчонка, сидящая в бабушкином саду. Она ведь на что-то просила, она что-то у кого-то или попросить хочет, или вот что-то такое, какая-то такая хитринка у нее, правда? Такая какая-то загадочная девочка. Возможно, эта фотография напомнила совершенно взрослому человеку его детство, потому что главный городской чиновник вдруг стал рассказывать, как праздновал Новый год, будучи мальчишкой. Традиционно был компот, наполеон, над которым мама все переживала, что 700 грамм масла на крем. Ну что еще, холодное обязательно, из галяшки, из петуха старого. А я ей помогал разливать и косточки высасывать. Вот так мы жили. Вот это был для нас, да, винегрет обещаю обязательно. У нас оливье не культивировалось, а винегрет мама любила. И вот это был для нас праздник. Мы кололи кабанчика перед Новым годом. Было мясо, была домашняя колбаса, был сальдисон. Вот так мы жили. Награды победителям вручались в Большом зале музея. Церемония началась за 20 минут до наступления Старого Нового года. Лица друзей. Севастополь очень сплоченный город. Как никакой город Севастополь сплоченный. Это знают те, кто в нем живут и те, кто в нем появляются. И поначалу я приехал из-за Львова в Севастополь. У меня поначалу показался очень сложным, таким строгим. После Львова он был просто чужим. А потом я его полюбил и полюбил, я думаю, до смерти. Это любимый город на планете, это правда. Третье место досталось Виталию Фоменко, второе Светлане Желток, первое Александре Шароновой. Узнав размер премиального фонда, председатель госадминистрации заявил, что не считал, сколько денег у него в кармане, но жертвует все победителю. В это время пора было наступать Новому году. Но часовая кукушка высунуться из домика не пожелала. Поэтому выход пришлось искать Роману Мархолия. Сторая новогодняя ночь с фотографиями и мгновений севастопольского счастья продолжилась концертом. Елена Анисимова, Дмитрий Фомин, Юрий Синельников, Сеонформбюро.